Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и мы продолжаем выживать в Stranded Alien Dawn на безумном уровне сложности. И для начала хотелось бы внести ясность в формат этого выживания-прохождения в принципе. Мне кажется, что было бы логично, если бы ближайшие там или абсолютно все нападения монстров, которые выглядят как тир, потому что все сводится, каждое нападение сводится к тому, что мы выставляем персонажей в ряд, они отбивают атаку и как бы на этом все. Я предлагаю такой формат, все вот такие тироподобные нападения я буду скипать на монтаже, то есть вырезать их или ускорять просто, если в моменте там в середине обороны что-то интересное происходит, естественно это вырезать не буду, оставлю, покажу и так далее. Ну и как мне кажется, пора бы нам заняться уже полноценно там обустройством нашего жилища и меньше обращать внимание на эти нападения. Тупо на них смотреть на этом безумном уровне сложности не так, чтобы интересно, хотя они довольно сильно докучают, блин. И на этом этапе за эту серию я предлагаю подкопить ресурсов, выставить здесь напольные покрытия. До сих пор, вот мне ребята написали под прошлым роликом, кто-то предлагает поставить костер, не знаю насколько это рационально, по-моему с предыдущих патчей он по-прежнему не влияет на количество поселенцев, но попробуем, почему бы и нет, попробуем. Поставим и Эмилин скотиной мы в этой серии озадачим грядками полностью, потому что нам нужен урожай и как можно больше. Особенно нас интересует хлопок, естественно, потому что у нас одежда уже изнашивается у ребят. Ну да, тут прям все совсем печально. Прям печально-печально, хорошо, что у Кена была броня, она хотя бы более-менее целая. Поэтому заходим в меню ферм, выбираем зерновую траву и каким-то незамысловатым образом вот так вот ее размещаем. Далее находим ближайший камень какой-нибудь, выделяем весь, добыть. Добыть, это все нам надо, очень сильно, очень много. И-и-и-и-и, также еще забыл про корокожник. Давайте соберем урожай вот этот вот весь и зайдем во вкладочку действия. Во вкладке действия выставляем рубку и, наверное, добычу на вторую задачу, а ремесло, шитье, сборку пока что на третью. Сейчас пускай они активно добывают, чтобы нам из чего-то можно было строить, крафтить и так далее. Также лечение у меня почему-то тут не на единичке стоит, это надо исправить. И для наших милых дам, пожалуй, на двоечку сбор урожая и посадку. Вот как-то так примерно мы это сейчас все распределим. И, надеюсь, если мы сейчас ребят призовем-отзовем, они начнут делать то, что им я назначил во вкладке действия. И куда пошел Кен? Кен и Рака добывать пошли. Котина что пошла делать? Собирать урожай. Кстати говоря, Котина, что у тебя там по уровню навык-то? У тебя с земледелием все пока что не очень хорошо. Всего лишь двоечка, по-моему, высаживание хлопка у нас начинается с тройки, да? Да, требуется навык земледелия три. Ну, потренируйся на крокожнике что ли, Эмилин. Что у нас тут по еде? А ну, рассказывай давай. Семь единиц мясного супа у нас есть. Как же это хорошо. Правда, у нас мяска нету на него. А как бы у нас так не вышло, что до следующего нападения вам нечего будет кушать. Так, ну-ка зайдем во вкладку действия и вот здесь вот выберем Эмилин еще охоту, если есть. Кстати, и Котине, наверное, тоже. Нет, Котине пока не будем так делать. И выделим парочку тараканов самых мясистых, найдем. Ну, или хотя бы этих богомолов. И если мы призовем, отзовем Эмилин, она начнет разделывать богомолов. Замечательно. И тем временем я еще проморгал такое событие, как гипотермия. Слишком длительное воздействие низких температур приводит к смерти. Ой, это нам не на руку совсем. С учетом того, что у нас одежда кончается. Нам бы, нам бы, нам бы, либо каракожник, либо хлопок уже собирать активно, чтобы делать хотя бы, может быть, розовые штаны бронированные, да? Или какие-нибудь штаны из хлопка, но он, к сожалению, не вырос еще. Нервный срыв. Ну, правильно, огорчился. Теперь нужно покушать, компенсировать, да? Затраченную на труды энергию. А что он за голову у нас хватается? Кто-нибудь мне скажет? Если он в идеальной физической форме. И Кен тоже пытается его успокоить. Но если он хочет успокоить его пародией на него же, это как бы так себе идея. Еще и песчаная буря началась. Ну, не знаю, ребятки, не знаю. Котина, ты что-то тут собрала? Ну-ка, давай-ка, перетаскивай на склад, если есть возможность. А Кен, если есть возможность, забери тут камни немножко, отнеси сразу. Эмилин быстрее всех. Ну, конечно, она была ближе всех к кровати и легла спать. Молодец. Я думаю, сон я тоже буду скипать на монтаже. Просто смотреть, как четыре человека спят в своих розовых кроватях, ну не так, чтобы интересно. Ой, а я знаете, что забыл? Я забыл, что у нас вот эти вот спальные мешки, их бы пора сносить. А то у нас у девочек комнаты как спальня идентифицируются, да? А у мужиков как казармы. Ну, такое себе, это нам не надо. Давайте еще выделим четыре вот этих факела и тоже их снесем. Нам они не особо нужны, по-моему, они только топливо жрут. А по ночам и так более-менее светло здесь. К нам домой залетел птеродактиль. Или мне показалось? Ну-ка, если я включу крышу. Ну да, он залетел прямо к нам домой. И что ты хочешь? А как ты залетел? И что тебе здесь нужно? Ой, у него тут по три пальца с каждой стороны. Посмотрите на него. Че ты хочешь-то? Давай, уходи. Прям к Катине в комнату, да? И упорхал. Так может это Аист? И Катина нам чего-то не договаривает? Ну-ка, Катина, че у тебя тут по социальному взаимодействию? Катина с Ракхой на плюс семь. Но если это Аист из постапокалипсиса, то, наверное, может быть нам нужно чего-то ждать, а мы не готовы. Так же по внутренним перестановкам. Знаете, что меня не особо устраивает? Меня не устраивает то, что Сюсена все-таки у Эмилин лежит в комнате. И когда к ней заходит кто-то, она получает деба в тревожный сон. Зачем нам это надо? Давайте это куда-нибудь уберем. А мы пока не можем, потому что у нас вот здесь вот фундаменты не построены. И, соответственно, разграничить складскую зону и зону мастерских мы пока не можем. Ну, в моей голове план такой. То есть у нас вот эти стеллажи, где в теории будет лежать там тканый материал, электроника, ремесленное все. Оно будет, должно, по крайней мере, находиться возле вот верстаков. И ткацких этих, как они, они правильно называются, партняжные верстаки, да. И в моей голове это все должно быть примерно в одной комнате. А тут у нас и склад, и мастерские не вместились. В итоге все это здесь нехорошо. Поэтому нам нужен камень, штучек 400-500, чтобы вот так вот это все закрыть и уже сделать здесь полноценный склад, а здесь полноценную мастерскую. Мне кажется, да, так будет более-менее. Плюс там уже нам светит скоро извлечение масла, извлечение жиров, маслодавильни, пивоварни, вот это все. А это, соответственно, новые постройки. И для них нам тоже понадобится место. Часть приказов на богомолов я убрал. Потому что, как мне кажется, чем быстрее Эмилин или Катина рассадят зерно, тем быстрее оно, собственно, и вырастет. Поэтому... Ой, Катина пошла сажать. Ну, молодец. А Кен получил нервный срыв. И опять пошел жрать. Не, ну ты, конечно, молодец, но у нас только еды-то не будет. Рака, ты где? Пытаешься его успокоить? Вы меняетесь друг с другом, как в дуэте? Или у вас тандем? Ну, давайте глянем. Возможно, у Раки получится? Нет. Он решил, что ему нужно идти спать. А что у тебя? По отдыху 10%? Ну, спокойной ночи, что ли? Выспались, покушали и принялись за работу. Ракху уже почти все камни добил, да? Какой хороший у нас Ракха. А что у нас поблизости-то? С камнями-то вообще все нехорошо. Ближайший аж вот здесь находится. Надо, наверное, на следующую добычу камня, вот где-то в этих областях, и те, которые далеко лежат, может быть, у нас еще... Ну да, вот здесь вот. На такие далекие добычи, наверное, стоит направлять их сразу вот после нападения. Они чуть-чуть отдохнули, чтобы не получилось так, что во время добычи где-то там далеко приходит волна монстров, и мы не успеваем добежать до дома. В итоге лишимся кого-нибудь. Не хочу так. Хочу это все предусмотреть заранее. По 65 единиц камня ты уже переносишь. А у тебя что, физподготовка настолько слабая? Да вроде на троечку, я думал. Соточку ты уже можешь нести. И наконец-то у Катины троечка на земледелии. Ну наконец-то. За навыки Катины я переживаю неспроста, потому что у нас есть шанс неудачно собрать урожай. И вот на примере ткани цвета мы видим, что нет неудачи при навыке земледелия 5. Соответственно, чем быстрее они прокачаются, хотя бы до 5 уровня, тем потенциально меньше урожая они будут терять в будущем. Выделил я тут ближайшие пальмы, и как мне кажется, вот эти пальмы и пальмовые кусты тоже стоило бы снести. Кен, а ты чё вообще за исследование-то принялся? Что ты там у нас исследуешь? Партняжное дело, 94%. Ну давай, успехов тебе, а Ракка пока восполнит запас дерева и веток. Кстати, вот что-то из этого тоже бы нам пригодилось. Можно сразу выделить, срубить, срубить, и Кена отправим сюда. Пускай рубает. Котина, а что случилось? Что за грустные блуждания? Где ты есть? Ой, ты бы могла грустно блуждать куда-нибудь в сторону дома, а то я переживаю, что в случае нападения ты можешь не дойти. Тебе же нельзя призвать, да, во время нервного срыва? Да, нельзя. Слушай, может ты передумаешь, как тебе это обозначить-то? Может, давай, давай, куда-нибудь туда, шуруй. Вот, примерно в ту сторону, давай. Желательно побыстрее грустно блуждать куда-нибудь туда. Блуждала, блуждала, и упала без сознания, потому что очень устала. Ну, ты, конечно, молодец. Я понимаю, что я имел в виду идти в сторону дома, но не в кусты же. План у нас потихонечку реализуется. Давайте разместим еще одну ферму курокожника, а то у нас тут как-то совсем маловато, он неравномерно созревает, и мы вот как-нибудь примерно вот такой квадратик хочу курокожника. Можно было бы кстати как-то вот так вот сделать. вот, в итоге какую-то такую блямбу тут прямоугольную я соорудил. Конечно, нужно очистить поле перед рассадкой, ну, ничего страшного. Мне кажется, вполне себе такого количества нам надолго должно хватить. А, ой, низкий запас еды. Что-то я проморгал, проморгал. Слушай, котина, тут вот лежат эти всякие кузнечки. Давай хотя бы вот эту часть ты сейчас соберешь? блин, ребята, кто-нибудь знает, если мы изучим их, мы же, по-моему, мясо получаем то же количество, что и если они у нас не изучены. Еще все зависит от того, насколько долго они тут валяются на земле у нас, да? По-моему, как-то так. Эбелин ходит за шею, хватается, у нее что тут? Счастье 7% и отдыха 13% маловато. Но поле уже почти засеяно. Только опять же как-то кулачками это все тут непонятно, то ли засеяно, то ли не засеяно. Ракха, я, конечно, понимаю, что ты хочешь спать, но ты только что бросил древесину. Перенеси ее, а потом иди. И, Кен, это тебя тоже касается расслабление. 0%? Давай-ка, Кен, забирай вот это все, что тут есть из древесины и тащи домой на базу. Потихонечку все вроде как спать собираются. И, насколько я понял, Эмелин досажала грядку у нас. 2000 потенциально зерна, урожай. Очень даже неплохо. И, как бы нам так, у нас еще нет металла, да, до сих пор. Горно у нас есть, но нет металла. Пом-пурум-пом-пом-пом-пом. Но давайте, пока они спят, выберем здесь собрать ресурсы. И, Кен, у него вроде как разборка, да, стоит как первоочередная задача. Я надеюсь, нам повезет, и мы отсюда достанем что-нибудь из металлолома. Нам штучек бы 100 или 150 где-то. Потому что средняя температура за окном все снижается и снижается. одежда у нас портится, новая одежда у нас нет. И риск гипотермии, тяжелый или экстремальный, все-таки нависает над нами. И не хотелось бы, чтобы гипотермия кого-нибудь забрала. Хотя, если будет пневмония, что, конечно, лучше, чем гипотермия, то у нас вроде и антибиотики есть. Но лучше не рисковать, конечно. Давайте сразу назначим здесь что-то вроде сделать до и пускай 200 будет в каждом. Примерно вот таким вот образом. И, как мне кажется, пора бы уже для громоотводов что-то делать снаружи. Да, вот какую-то полоску хочется сообразить. Но это рано. Это рано однозначно, потому что у нас до сих пор полы еще не не построены. Так, Кен, собираешь ресурсы. А где у вас тут может быть что-нибудь валяется? Агрессивные животные 30 штук. Ой, так они довольно далеко заспаунились в этот раз. А че так? Ну и хорошо, это нам на руку. Давайте попросим Кена или лучше Ракху. Рубить ты пошел? Не, 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 не. Это тебе сейчас не надо. Давай, собирай палки все, неси домой. Котина аналогично, наверное. Вот, вот эти собери. Да, Эмилин, ты че делаешь? Мяско носишь. Ну хорошо, неси, сейчас мы тебя выберем. Вот, теперь оно на территории дома, ты же его прямо в коридоре бросишь, я правильно понимаю? И, 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 ты можешь пойти срубить корокожник, а потом начать его сажать. А подождите, а котина, а ты почему продолжаешь сажать корокожник? Я же выбрал тебе совсем другую активность, нет? Разве не так? Или я что-то проморгал? Не туда нажал, наверное, да? Ну, ладно, хорошо. Кен еще за деревом пошел, и пока у нас будет нападение агрессивных животных, мы, наверное, будем строить. Я думаю, даже если агрессивные животные со временем не уйдут и будут где-то тут тусить, мы все равно сможем заняться декором. Правда, скорее всего, Ракха или кто тут у нас стройкой будет заниматься, он будет пугаться и убегать отсюда, что не есть хорошо. Эмилин, возможно, мне скоро понадобится новая одежда. Да, слушай, ты бы спать, лечь. Вообще, было бы неплохо. Ракха уже идет внутрь. Катина у нас задерживается тут слишком сильно. Слушай, иди-ка ты, Катина, отдохни. Где твоя кровать? Да, потому что уже 8 часов я проморгал, когда заспаунились богомолы. Не хотелось бы, чтобы кто-то из наших ребят был снаружи. И пока еще Катина сюда не пришла, и Ракха не положил ветки. Нам бы, нам бы, нам бы вот эту штуку снести и разместить здесь дверь. Потому что, насколько я понял, двери открываются в обе стороны. Давай, Ракха, бросай ветки, сноси дверной проем, а потом сноси вот эту вот историю. Только чтобы тебе пройти, тебе нужно дверь разметить, да? ну вот, пожалуйста. Хорош. Давай ты сразу этим займешься. Молодец какой, а? И-и-и-и-и, камушка нам уже хватает. Вот эту стену мы снесем целиком и полностью. Иди, давай, сноси. Поставим там каменную и пускай там тоже будет дверь. Да, я думаю, да, будет логично, если тут тоже будет дверь. Блин, Ракха, ну сноси ее полностью, что ты делаешь-то? Так, Кен, чё, ты куда? Что ты переносишь? А, то, что на полу валяется? Ну давай, хорошо. Стена, каменная стена, вот так вот продолжим и дверь деревянную сюда воткнем. Ракха, строй каменные стены. Запас пищи небольшой есть, Эмилин, у тебя чё по отдыху? Маловато будет, маловато, но отдыхай еще. А, Кен, Кен, да и Кен тоже иди отдыхай. Все, кроме Рахи, будут отдыхать, похоже, да? Ну вот, собственно, нападение-то началось. У нас, по-моему, а, у Кена есть лук, да? А, вот почему я на это внимание обращал, у него всего 9% от лука осталось. Угу. Значит, следующим шагом нам нужно будет изготовить ему орудие дальнего боя. И, чтобы это могло быть у нас, либо лук, а на арбалет нам нужны сплавы металла. Угу. Ну, будем надеяться, что мы чуть-чуть металла добудем, на печке и на арбалет нам хватит. А если ты встал и ничего не делаешь, а ну, тебя интересует прогулка, ну давай, давай, гуляй. Надо сразу на верстаке выставить изготовление волоконной кожи, где-нибудь штучек, сколько нам нужно. У нас есть 130 кожистой коры, но пока что 10 единиц, или у нас получится в данном случае 100, да? 100 единиц волоконной ткани мы изготовим, или волоконной кожи, как правильно. И крафтом этого всего будет заниматься, наверное, Кен. При этом у него недостаточный уровень навыка. А почему у тебя недостаточный уровень навыка? Потому что у тебя ремесло 1 до сих пор. Ну, давайте тогда схитрим с вами. Ему, значит, нужно 1400 опыта для того, чтобы прокачать ремесло на уровень 2. При этом всем в рецептах нам доступны бинты. На каждый бинт нам нужно сколько ткани? 4. И у нас ткани всего 20. Бинтов нам, к сожалению, не хватит. А вот оружие какое-нибудь ты можешь изготовить, да? Да, ты можешь изготовить лук себе новый. И это займет 6 часов, при этом 600 опыта. Блин, это все не то. Это все не то. Я хотел направить Ракху делать бинты, чтобы он получил опыт с них. Блин, какая же громкая музыка, вроде убавлял. Чтобы он получил бинты вроде как бы с крафта бинтов или с крафта луков. Но мы упираемся в ткань, у нас всего 20 единиц ее. Поэтому мы сейчас отправим Кена вот исследовать что-нибудь. Партняжное дело. Там, по-моему, 99%. Отлично. Сейчас он его доисследует. Мы сможем построить верстак. Ставим ему сразу где-нибудь так. Вот этот стол перемещаем вот сюда. И Кен этим сразу займется. А почему он сейчас недееспособен? Не понял. Кен, что с тобой случилось? Почему ты недееспособен? Что это за дела такие странные? Вот. перетаскиваю в общем Кен стол и изготавливай здесь верстак портного. Вот таким каким-то волшебным образом. Так, тем временем Ракха что делает? Просто переносит ресурсы и снабжает факела? Ну, ты знаешь, дружище, пора тебе заняться напольным покрытием. Да, раз, два, три. Ой, я же могу через все комнаты его протянуть. И назначим Ракху настройку. Строят паркет. Да, замечательно. Верстак портного почти готов. И что мы тут можем? Начать бы нам хотя бы с футболок. Нет, давайте начнем с шляп. Хотя бы с шляп. Соломенная шляпа, блин, зашипел я, зашипел. Соломенная шляпа у нас теплостойкость дает, но холодостойкость не дает, в отличие от той же бейсболки. Но если мы оденем поселенцев, скажем, в вот ботинки вот эти вот, далее наденем им какие-нибудь термоштаны или штаны и ботинки будут из какой-нибудь брони, а вот куртка будет в виде пальто или шубы и футболки. Я думаю, им хватит этого для теплоизоляции, особенно по ночам, поэтому пускай готовит четыре или, да, четыре соломенных шляпы. Кен. Давай-ка мы тебе во вкладке действия сразу ремесло поставим на единичку. вернее, шитье. А ремесло на двоечку. Призвать, отозвать и куда ты пошел? Делать соломенные шляпы? Да ты же мой умничка, какой ты молодец. Далее, у нас еще для раки есть задачка, вот здесь вот у нас лежит камень. Блин, а зачем он именно здесь лежит? Я же хотел, чтобы он здесь у меня валялся. Ну ладно, это не страшно, давайте разметим что-то около напольного покрытия в виде керамической плитки. Вот сколько нам здесь понадобится? 48 единиц. Ну хватает, хватает, еще остается немножко. По еде пока не проседаем, на время этого нападения у нас еда есть. Чем может заниматься Катина? Слушай, а ты не хочешь исследовать громоотводы, например? Вполне себе неплохая задача. Вот я Ракху направил строить паркеты вместо того, чтобы факела снабжать. В итоге сейчас половина света дома нету. Катина, я конечно понимаю, что это странно, но может быть ты заправишь все факела, гоняя ее блин туда-сюда по коридору. Все равно периодически, когда они выходят за пределы двери, да, они начинают убегать, пугаться, что там богомолы. Катина, а ты что, просто гуляешь или что ты делаешь? Во, все, иди спать. Эмилин сейчас тоже пойдет, насколько я понимаю, да? Ну да. Подождите-ка, подождите, пока наши ребята спали, я краем глаза заметил вот эту вот историю, вот эту вот. И она называется голодные вредители. То есть в сумме сейчас богомолов здесь 94 штуки. По-моему, если учитывать опыт прохождения на зеленых регионах, голодные вредители не так, чтобы опасные в принципе. Насколько я помню, они охотятся за урожаем исключительно. Ой, они что здесь прям спать легли что ли? Мне не кажется? Нет, мне не кажется, они легли спать. Я надеюсь, вы легли спать не на сытый желудок возле моих грядок, а? Вот этот что делает? Куда они пошли? Они сено едят. Слушайте, ну выбор, конечно, странный между сеном, который уже лежит, и молодыми растениями, которые на грядке. Ну и хорошо, с другой стороны, кушайте сено, наслаждайтесь, вот тут, пожалуйста, поляна целая, приятного аппетита. А вы что встали? Что? Что не так? Это типа вы имитируете прогулку или что? Ракха, слушай, ты не огорчай меня так, иди давай, достраивай хотя бы у Эмилин паркет. Кен, если ты ничего не делаешь, давай шляпы, и попутно кто-нибудь из вас, пожалуйста, перенесите вот этот вот шкаф отсюда. Ну на худой конец хотя бы вот сюда. Я думал, здесь что у меня факел будет. Котина, что ты там ешь? Эмилин, ничего не делаешь? Давай факел переноси. Блин, мне бы такие способности перевозить крупный габарит, а? Я бы сам холодильник на третий этаж затащил. Че, как они это делают? Котина, если ты закончила, бери палки и заправляй факела или факела. А то у нас повар без света готовит до сих пор. Так, первая шляпа же у нас готова получается, да? Мы можем на Эмилин ее надеть. А че у нас сколько? 400 единиц опыта должно было прибавиться, да? Уже 800, а почему? Потому что он в два раза больше опыта получает, да? Так как он заинтересован. Ну, возможно, возможно. Так, Эмилин бездействует. Слушай, если ты бездействуешь, помоги, пожалуйста, ребятам отнести ресурсы. Построй керамическую плитку. Хотя бы отнеси к ней камушек. Ой, какие вы молодцы, сами решили, да, котина? Помощь Ракхи неоценимую оказать. Ну, давайте, тогда пока вы уж ничего совсем не делаете. Воевать мы чуть позже пойдем. Напольное покрытие, деревянный паркет и как-нибудь вот так. Да, пускай коридор, естественно, я хотел, чтобы коридор тоже был с напольным покрытием, но я думал, что оно будет каменное, но камня у нас маловато, поэтому пускай будет дерево. Ракха за голову хватается, бедняжка, ну что-то прям нехорошо. Ой, Эмилин, так ты сама на своей кухне тут ремонт делаешь? Какая ты молодец! Подождите, нападение животных? Они куда-то ушли? А голодные вредители до сих пор кушают сено. Слушайте, получается мы что, нападение можем игнорировать, что ли? Так получается? Ну это зря я сделал. С одной стороны правильно, мы хоть занялись домом собственным, а с другой стороны я рассчитывал на мясо, которое с них будет добыть, чтобы блин. Придется теперь атаковать голодных вредителей, чтобы с них хоть что-нибудь взять, потому что из съедобного у нас тут только зерно, и оно еще не проросло. Так, ну ладно, отдыхайте все. Ракха, я думаю, будет заканчивать с паркетом. Сколько у нас тут? 30 единиц еще осталось. мы можем наверное разметить вот этот вот. Ой, а тут 60 плиток надо. Маловато. А где у нас еще камень лежит? Я что-то не понял. Вот 30 единиц здесь, а остальной камень где? А, ну вот он, понятно. Он здесь лежит, за пределами дома. Ясно. Знаете, что заметил? Вот что заметил. Это кто? Если нападение животных агрессивные животные они куда-то уходят, то вот это голодные вредители и они одного из пачки Мэндемса зафигачили. То есть они, получается, сейчас по всей карте разбрелись. Они тоже, как и предыдущие, уходят. Интересно или что? Так, Катина и Эмилин. Ну-ка, прогулку свою вам придется закончить. Ну ладно, готовьте, разносите ресурсы, которые кончились. Ну, такое, да. Все, и баланс пищи у нас есть. Кен улучшил ремесло наконец-то. Блин, игнорирование нападения оказалось таким полезным. Первый декор уже более-менее заканчивается потихоньку. И громад воды мы исследовали. Ой, какие вы молодцы. Вот, 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 куда они пошли? Куда вы пошли? Да ладно, только не говорите мне, что вы камень есть пошли. Это ж камень. куда-то наверх. Оп-оп-оп-оп-оп. И куда, и куда, и куда? А, все, развернулись? А что такой за маршрут интересный? Ой, все с вами ясно, глупые членистоногие. Но зато тем временем смотрите-ка, что у нас получается. Эмилин все приготовила, принялась за исследование. Паркет в коридоре и спальнях мы закончили. У нас есть первые шляпы. Еще и Кен улучшил ремесло, теперь он может делать эту кожу непонятную. Ой, а ты зачем оставил шляпу за столом? Может быть, ты ее отнесешь? или наденешь хотя бы перед сном? Посмотрим хоть как это выглядит. А ну-ка. Ну, ну как сказать, ну шляпа это однозначно, соломенная в том числе, поля у нее какие-то неровные, но в целом такое обновление гардероба имеет место быть, конечно, да. Это у меня компания фермеров будет теперь получается так. Ну ладно, идите отдыхайте, мы с вами уже в следующей серии продолжим что-нибудь тут улучшать, собирать ближайшие ресурсы. Кстати, эти агрессивные, не агрессивные, а голодные животные тоже убежали. Получается, у нас есть порядка трех, да, дней впереди спокойных, и мы уже сможем заняться улучшением вот по периметру нашей постройки, возможно, добьем даже что-то здесь, посмотрим. Ну а вам, дорогие зрители, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, увидимся в новых сериях, всем вкусного чая и добра!